Участников национальной парусной лиги Сочи встречал в конце марта. Небольшой перерыв и лучшие яхтсмены страны вновь в нашей акватории. Город принимает второй этап престижной гонки, хотя его ждали в Геленджике, но планы изменились. Для того, чтобы провести полноценное соревнование, необходимо яхтенная инфраструктура, сказать, полноценная. К сожалению, ее там в Геленджике пока нет, хотя очень мэр города хочет, чтобы мы приехали. И мы договорились о том, что они необходимую работу выполнят к следующему году. Первый гоночный день по традиции начался с жеребьевки. За очки второго этапа высшего дивизиона приехали бороться 27 команд со всей страны. Команда «Артьюб РУС-1» – они представляют Москву и Таганрог в числе лидеров. Заняли на старте регаты в марте второе место. Планы – улучшить результат. Тем более, что сочинская вода часто приносит экипажу успех. Например, первое место на этапе лиги в 2016 году. Мы, конечно, имеем амбиции занимать первые места. Но в Национальной парусной лиге очень сильный состав команд. Плюс формат регаты – это очень короткие динамичные гонки, которые длятся 11-12 минут. И маленькая ошибка, она может стоить место в турнирной таблице. Поэтому нужно меньше ошибаться, и тогда все получится. Меньше ошибаться позволит и погода. На первом этапе в марте с ней очень не повезло. В Сочи было достаточно прохладно и шел дождь. Ну а прогноз для яхтсменов на ближайшие дни – гоночная погода. Мне кажется, это самое место, напротив фестивального, самое замечательное. Потому что тут и гоночная деревня, и одновременно набережная. И очень много, даже в прошлый раз, очень много жителей Сочи с детьми приходили, смотрели на гонки. А в такую прекрасную погоду, я думаю, что все получат наслаждение. Гонки второго этапа высшего дивизиона продолжатся в субботу и воскресенье. После гонщики отправятся в Конаково, Санкт-Петербург, Владивосток и Севастополь. Ну а в Сочи уже 20 апреля их сменят участники премьер дивизиона Национальной парусной лиги. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.